Девушки отдыхают Приколюшка, я узнал об этом сегодня утром, то есть сегодня 10 ноября, уже утром ко мне поступали всякие сообщения. В трансляции мне уже написали, ты знаешь, что произошло с Петровой? Я такая, нет, даже вот как-то и не хочется знать, потом иди, зайди. Короче, мне скинули кучу приватных всяких видео и прочих всяких штучек, вот подписчики из Челябинска, я просто такой, блядь. И там, короче, бедная Петровна, бедные гонории его ведут, вот как этого, бояриню Морозову просто, как Зою Космодемьянскую на казнь. Посмотрите обязательно, я не буду вставлять, а то там еще авторские права, может быть, есть. У нас такой сплетнический, мы такие сплетницы барочные. Та-ра-та-та-та-та-та. Ну, короче, я что-нибудь поставлю на фон. Вот, и короче, боже мой, мое мнение на этот счет, естественно, наша старая подруга, старая, уже сняла на этот счет видео, но я такой думаю, ну раз ты сняла, тогда и я снял, еще бы и нет. У нас же все-таки мы любим подделочки на канале, вот. И, короче, что я думаю насчет этого повода? Там у него в инстаграме, если он еще не удалил, то есть Петровна, у нее, у Петровны есть это, видео с какой-то этой, походу, организатором проекта какой-то теткой, которая там упирается, короче, и это выглядело так убого, вот, она там что-то бузит, он там что-то бузит, с ней на ты, на личности, как-то там, ты свинья, боже мой, как это все дешево выглядит, это просто пиздец. Ну вот представляете, какой-то мальчик с образованием два месяца школы Наталины, как бы вот все его образование, уроки по никчемному макияжу, вот, и тетка, в принципе, которая уже хотя бы 40 лет прожила на этом свете, и они там перерекаются, боже, какой ужас это все наблюдать, это просто пиздец. И потом, как эту бедную просто тушку несут под ручки эти боеголовки, как там охранники называют их, охранники несут его, эту бедную тушку, вот, обратно в этот торговый центр Азума, вот, в этот лухарь, ВИП-клуб, вот, на мастер-класс. Я поражаюсь, какой мастер-класс он может дать по растушевке непонятных сноги, по растушевке губ, вот, за пределы, как у меня сейчас, ну, у меня просто от кривых рук, а у него по природе, по урокам, вот, у Наталины. Короче, боже мой, это настолько глубокое зрелище, ну, короче, естественно, понятно, что он снимет обязательно на эту тему видео, обязательно, потому что он уже накатал заявление о какой-то, на имя, кстати, Васина, кстати, подполковник Васин, если что, то мы с ним однофамилиц, может быть, это мой детородный дядя какой-то, надо, кстати, спросить, что за Васин такой. И, короче, все вот это вот отношение насчет, Петрова избили, блядь, почему его не избили больше, что это за укус в руку, это называется избили, потом, вот этот вот вопрос о том, что в Россию, ну, это Тоня говорит, я не поеду, я уже посмотрел просто все видосы на эту тему, я в Россию не поеду, потому что тут живут быдлогопы, и, типа, страна еще не подготовлена для мужиков макияжа, блядь. С кем вы говорите? Слушайте, страна готова ко всему, но таким, такому говну, как Андрей Петров, она, естественно, не готова, поэтому я считаю, его должны были отпиздить больше, вот, я считаю, что это еще мало, что он еще легко отделался, и хотеть, как бы, какого-то понимания, мне кажется, это немножко тупо. В России все оки-доки, просто, понимаете, дело не в России, дело в людях, которые тут живут, Россия охуенная страна, и все тут по всему готовы, просто в России не любят говно, понимаете, в России не любят зернище откровенное, ну, в принципе, кем Андрей Петров и является, поэтому, как бы, а как еще, как еще это могло быть, потому что Россия ни одной Москвой, как бы, равняется, считается, вот, поэтому, я считаю, он очень легко отделался, и нужно было больше, как бы, приложить силы, чтобы видео было хайпове, а то вот эти вот две царапки, ну, что это, господи, ну, это трэш. Реально, что происходит в России? В России все нормально, нету никаких избиений, чего, блядь, чего вы говорите? Всем на всех наплевать, потому что у всех есть свои дела, а вот такие люди, как Антонина, Андрей Петрова, естественно, они боятся, потому что они настолько говнодавы, что, естественно, блин, что можно ожидать от России, что, естественно, найдется гопник, у которого нет занятий, и он решит вечерком как-нибудь вас отпиздить, поэтому, естественно, вот, нормальных людей, то есть, никаких гонов нету, посмотрите, как бы, на других, вот, как бы, ну, так и везде, даже и в Европе, если ты будешь накрашенным парнем, естественно, ты будешь говорить, блядь, мои права притесняют, потому что, потому что я не такой, как все, да всем похуй, блядь, какой-то, как все, не такой, как все, просто веди себя как адекватный человек, а не как дерьмо просто. Вы сейчас начнете говорить, ой, шаблонное мышление, да, шаблонное мышление, но оно уместно только в этой теме, потому что надо быть человеком, а не дерьмом, понимаете? Ты можешь делать все, что угодно, но только не трогать остальных. Вот, как бы, моя история, моей жизни, вот, история, моя карма, как это там называется, вот, 351 новый завет моей души, вот, я тоже придерживаюсь такого момента, и никто еще меня в макияже не отпиздил, никто еще после не посмотрел, поэтому это полный бред, что про Россию ходят такие вот слухи. Охуенная страна, но места для долбоебов тут нет, вот, то есть для долбоебов есть, а вот для сказочных долбоебов, для таких вот прям уродов, ну, серьезно, тут таких не любят, вот так вот. Поэтому Россия-матушка, люблю тебя, патриот на всю жизнь, вот, что дальше? Ну, короче, это максимальнейшее убогое зрелище, вот, вот этот вот висят Андрей Петров, у меня, кстати, не было видео про него, надо вот снимать, 10 штук про него снять видео, чтобы все обосрались, короче, от перенасыщенности этого персонажа у меня на канале. Вот, и, понимаете, я поражаюсь, как его вообще зовут на мастер-классе, как его, вы видели его портфолио, вы видели его портфолио, вы видели его работы, ну, это же трэш, там пятна, там просто аморальщина, честно. И вот этот вот даже переход на личность, я не морал, факт совершенно, мне наплевать, с кем он как общается, но все равно, мне кажется, это отвратительно, когда такая вот малолетняя, не знаю, вот, ведет себя так, ну, короче, отвратительно и вульгарно по отношению хотя бы к взрослым человекам. Вот, поэтому, мне кажется, это непростительно, это максимально убого, естественно, его отпиздили. И я считаю, его должны были отпиздить еще сильнее, чтобы там прям живого места не было. Ну, потому что вот так вот. Не знаю почему, но я так считаю, я так хочу, вот. Вот, потому что надо, надо, мне кажется, уже надо. Вот, поэтому, как говорят, кстати, не люблю вот эту вот фразу, которую постоянно к Андрею Петрову как-то это, типа, он уехал из деревни, а деревня из него не уехала, знаете, да так всегда происходит, поэтому, что об этом говорить. Меня больше всего вымораживает вот это вот поведение на публике, отвратительнейшее. Естественно, он эту всю ситуацию развил, потому что, как бы, ну, надо же с этого что-то поиметь. Но, мне кажется, что он ничего с этого не поимеет, кроме еще одного удара в морду. Ну, только уже не кус за ручку, а удар в морду. Поэтому вот такие вот у нас пингвиньи-морфемки. Вот, и это, ну, просто, серьезно, какая-то верблюжатина, худая коза. Ужасно просто. Поэтому, еще раз говорю, я не морал-фак, вот, ничего такого. И еще, кстати, один такой важный моментик. Целевая аудитория Андрея Петрова, мне кажется, это все-таки от 8 до 15 лет, потому что, смотря на эти все сходки, там вот такие вот прыщавые девочки, укусанные подростками. Вот, и как бы, а что с них можно поиметь? Вот, мне интересно, что с них можно поиметь? Зачем вводить платную подписку, если на тебя подпишутся 10 человек? Вот, и, наверное, парочка 30-летних визажисток, которые хочут хохать, некуда просто идти деньги, они просто, не знаю, они просто решили высрать их, вот, на данный канал. Поэтому, я вообще не понимаю, естественно, мне кажется, в комментариях тут будет куча 8-летних пездочек, поэтому, просьба тут не говнить, вот, конечно, идите лучше уроки учите. Поэтому вот так вот. И, я просто не понимаю, честно, сейчас у меня немножко проснулся морал-фак, чему он учит детей. Чему он учит детей? Я педагог, и мне очень-очень грустно на это все смотреть, потому что это цепиздец. Серьезно, цепиздец. Мне грустно на это смотреть, потому что эти девочки, эти мальчики это все впитывают и просто становятся такими гандонами, просто. Поэтому шлите нахуй гонорея Педрова, пожалуйста. Вот, лучше посмотрите Антона Эсса. Вот, лучше посмотрите Антона Эсса. И бы еще какое-нибудь. Поэтому всех люблю, всех целую, ставьте лайки, пишите комментарии, всех обожаю. Кстати, на глазах палетка Lime Crime, кстати, да, Lime Crime и глиттер сверху. Поэтому всех люблю, всех целую, ставьте лайки, пишите комментарии, всех обожаю, всем пока.